Технологический факультет! Это что? Да! Итак, дорогие друзья, встречайте! Механика, технологический факультет! МТФ! Середина девяностых. Шотландия. Эдинбург. Захуталый дешевый парк. Три героя, как обычно, прозябают своё существование. Партия. С тебя пиво, Рентон. Пиво? Вот гад! Да на эти десять штук он мне всю жизнь пиво должен будет. Это ж надо было! Рентон, хотя и сам был азартен, но не играл по-крупному. А перейди ему дорогу «Чёрный кот», он наверняка не пошёл бы в казино. Пиво? Может, не стоило тогда так голливудить и садиться за карточный стол с Максом, а, мистер умник? Гилли, отличался тем, что умел найти выход из любой ситуации, а его педантичность и брезгливость выделяли его среди друзей. А больной ни о чём не думал. Он знал, что друзья не бросят его и в этот раз. Он жил мечтами и всегда надеялся на лучшее. Больной, на какого черта ты вообще сел играть с Максом? Кто же играет в Хэллоуин замен дьяволом? Хватит! Короче, есть план. И у Гилли был действительно хороший план. Его идеи не раз спасали их давнюю дружбу. Дружбу, в которой, может быть, и не было любви, но которой они очень дорожили. Дружбу, в которой, может быть, и не было любви, но не было любви. Дружбу, в которой, может быть, и не было любви. Дружбу, в которой, может быть, и не было любви. Дружбу, в которой, может быть, и не было любви. Джентльмены, вы красавцы. Рентон, глянь, а больной действительно красавец. Смотри, как ему идет это барахло А что я? Рэнсен Зачем манекен снес? Что, хотел с ним сразу колтарю, да? Колтарю, да Да я просто не мог снять с него ремень Я уверен, он принесет мне удачу Да и тем более Очень полезная штучка Бит-бой Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, может, мы зря Рентона не разбудили? Да я думаю, с такой физиономией после вчерашнего он вряд ли красавчику у двери влез бы. Да и потом, он по воскресеньям на сделки не ходит. Так, и главное, не дергайся, я все сделаю сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а это что, законник? Братишка, постой, постой, это же мой корешки, или убери ствол, не надо, нет? Заходи! Быстрее, быстрее! Красавчик! Это тот человек, который не пройдет ни мазеркальные витрины, не посмотревшись в нее. Он просто самоуверен. Самый настоящий, самоуверенный кретин. Больной! Что-то ты какой-то совсем больной. Можно сказать, больнее некуда, на больничный надо, понимаешь? А я смотрю, ты все так же цветешь и пахнешь. А то! Ладно, давай к делу. А эта козочка не от копов, нет? Не, Гилиб, покажи, что у нас там. Больной! Но ты же знаешь, я не занимаюсь таким барахлом, что с ним. Какое барахло, посмотри, тут один соболя с норками. Та ж тебе не прикидывает девчонок с Вескэма. Соболя? Норки? Да здесь одни горные козлы. Наверное, с дружка снял, да? Или молчал. Он помнил слова больного и не хотел провоцировать спусковой курок. Две штуки, не больше. Но нам надо десять. Красавчик, эй, что ты такой? Ну что, красавчик? И кто у нас здесь теперь козочка? Больной, как ты думаешь, во сколько он оценивает свою жизнь? А красавчик очень дорого ценил свою жизнь. Так, кто утром нож на столе оставил? Небось, и сделку провалили. Да, да? Да не кипятив ты, Рэнтон. А то в следующий раз перебью все зеркала и заставлю в них смотреться. Рэнтон, ты себе не представляешь. Так как облажался красавчик, в этом городе не облажался никто. Если бы не Рональд Макдональд со своей стряпнёй, мы бы эти пятьдесят штук никогда бы не получили. Пятьдесят штук? Рональд? Да Рональд здесь ни при чём. Просто вовремя удалось обезвредить мерзавца. Так, завтра рассчитаемся с Максом. Надеюсь, же ещё и погулять останется. Нет, ребята, тут кое-что другое. Мне кажется, что я люблю её. Да, да, я люблю её! И ребята отправились к Максу. А, принесли. Вольф? Вот это жизнь. Иногда ты находишься на вершине, ощущаешь своё превосходство, успех и недосягаемость. Словом, ты первый. И вот последняя лунка, последний удар, и ты чемпион. Но вдруг какой-то порыв ветра меняет всё, и твой мяч улетает в болото, на самое дно. А это Макс, страстный любитель оружия, гольфа и карт. Жестокий, но справедливый, как любой авторитет. И сейчас какой-то порыв ветра, вот как норы, меняет всё в моей жизни. И этот порыв, вот, а ты больно. Мэри ушла. Но я всё равно не допущу, чтобы она опять вернулась к тебе. Ты задолжал мне кучу денег? Я думал уничтожить тебя, стереть порошок. Да, но ты вернул мне эти деньги. Ладно. Ты больной? А ты ведь азартен. Да, ты ведь очень азартен, больной. Давай с тобой сыграем. Сыграем по кругу. Всё или ничего. Жизнь или смерть. Давай сыграем с тобой в русскую рулетку. Давай. Три пули больно. Только барабан будет крутить мой человек. Последнее желание закона. Больной, больной, тебе сегодня чёрный кот дорогу не переходил? Рентон. А с какой ноги ты сегодня встал? Рентон. Рентон. Субтитры сделал DimaTorzok. Больной, ты что меня совсем за дурака держишь? Ты думал, я не понял, что твой щенок скинул все пули? Дай мне сюда пистолет. Макс понял, что больному очень повезло. Стреляться сам он не стал, зато простил больному карточный долг, и пообещал не трогать их с Мэри. Рэндон, ты мне объясни, как тебе удалось провернуть такой трюк? Какой трюк? Ребята, я ничего не проворачивал. Вы что, забыли? Сегодня же Пасха. Мне должно было повезти. Больной, Больной, смотри, это же Мэри. Давай. Удачи. Здравствуй, Мэри. Здравствуй. Помнишь нашу последнюю встречу? Тогда я пообещал тебе, что ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Пообещал тебе достать звездочку с неба, свернуть в горы ради тебя. И я сделал это. Смотри, видишь там, справа от большой медведицы, это звезда. И я дарю ее тебе. Ее зовут Мэри. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Механико-технологический факультет! А пока Тани нет, я воспользуюсь случаем и задам вам вопрос. Здесь вообще болезнь...